Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Мария Лапчева. Вначале коротко расскажу о главных темах последних семи дней. Сотни неравнодушных, игрушки, цветы и скорбь. Люберчане почтили память погибших в кемеровской трагедии. Неприятный запах, отвратительное качество воды и самовольный захват территории. Какие проблемы волнуют жители округа и как власти собираются их решать? Бассейн, шахматы, ростовые фигуры, море игрушек. Детский сад-ручеек открылся в ЖК Люберецкий. На реконструкцию моста через Пихорку потратят почти 90 миллионов рублей. Когда она начнется и чего ждать от нее жителям округа? Многодетная семья из Томилина получила трехкомнатную квартиру. Наша съемочная группа приехала в гости к новоселам. Столяр Артем Караваев рисует картины деревом. Что такое строгопись и с чем ее едят? Все расскажем совсем скоро. Леберчане почтили память погибших во время пожара в Кемеровском торговом центре. Траурное мероприятие прошло накануне вечером у стен храма Преображения Господня. Поддержать родных и близких жертв страшной трагедии пришли сотни неравнодушных людей. Никто не стесняется слез. Страшная трагедия в Кемерове потрясла всю страну и стала общенациональным горем. Во всех уголках России, а также за ее пределами, вспоминают невинных людей, погибших в огненной ловушке. К храму Преображения Господня люберчане пришли целыми семьями. Неравнодушные люди принесли с собой цветы, свечи и мягкие игрушки. Они почтили память погибших минутой молчания. В конце траурного митинга люберчане отпустили в небо белые воздушные шары, как символ памяти и скорби по тем, чьи жизни оборвались так внезапно и так рано. В связи с трагедией в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» по поручению губернатора Андрея Воробьева по всему Подмосковью проходят рейды. В них проверяют наличие и состояние систем пожарной безопасности в общественных местах. Ну а наш телеканал решил провести свое собственное расследование и узнать, как организована система пожарной безопасности в торговом центре «Светофор». После трагедии в Кемерове Министерство потребительского рынка и услуг Московской области рекомендовало владельцам и арендаторам торговых объектов проверить состояние пожарной безопасности и провести инструктажи. Торговый центр «Светофор» в Люберцах заявляет, что всегда готов к нештатным ситуациям. Сразу могу сказать, что никакие двери у нас не закрываются на замки. Из каждого зала можно комфортно, спокойно выйти. Этот объект изначально строился при моем непосредственном участии. И все происходило на моих глазах. Видел, из чего и как. Не сэкономить, а обеспечить безопасность людей. Такую цель, по словам Потапова, преследовали застройщики. Торговый центр сооружен из высококачественного материала. Конструкция «Монолит-бетон». Есть датчики дыма и спринглерная система пожаротушения. При срабатывании извещателя пожарного дымового в автоматическом режиме запускается система речевого оповещения о пожаре. Лифты, экскалаторы, траволаторы переходят в противоаварийный режим. Система вентиляции выключается и включается система противодымной вентиляции. Торговый центр «Светофор» — это порядка 150 арендаторов, 25 тысяч квадратных метров торговой площади, большой спортивно-оздоровительный центр, детская зона и кинотеатр. Помимо лифтов, эскалаторов, главного и северного входов, на каждом этаже есть по четыре запасных выхода, которые ведут прямо на улицу. В самом киноцентре имеется пять эвакуационных направлений. Кроме того, кресла там обработаны специальной жидкостью, которая не горит. Персонал подготовлен и обучен. Когда мы принимаем сотрудников на работу, первое и главное является инструктаж по технике безопасности и как себя вести в чрезвычайных ситуациях. Еженедельно проводятся инструктажи администраторов с линейным персоналом, где раздаются памятки, напоминания о том, как мы себя должны вести в чрезвычайных ситуациях. Стоит отметить, что в торговых центрах округа регулярно проходят тактические учения пожарных и других служб. Наталья Григорьева, Мария Кузьмичева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. К другим темам. Очередная встреча жителей с главой округа прошла в Малаховке. Традиционно Владимир Ружицкий совместно с представителями администрации и руководителями структурных подразделений ответил на вопросы люберчан. Главные темы – работа управляющих компаний, захват территорий, экология, отсутствие бань и транспортные проблемы. Всегда после зимы мы должны территорию привести в порядок. Мы сейчас к этому готовимся, потому что, вы понимаете, сейчас снег сойдет, и все, что накопилось за зиму на наших территориях, это надо очень быстро убрать. Поэтому ставим задачу в течение двух недель, но не более трех, мы должны навести на территории порядок. С краткого доклада о грядущем благоустройстве округа начал мероприятие Владимир Ружицкий. Так, для того, чтобы Люберецкий край вновь расцвел, весной на территории муниципалитета пройдет большая работа. Это и масштабные субботники, и высадка цветов, и общеобластная акция по высадке деревьев «Лес Победы». Однако жителей улицы Воровского сильнее волнует благоустройство не в целом Люберец, а именно их двора. Уже 12 лет там царит беспорядок. С 2006 года во дворе нашего дома мусорная свалка. В конце прошлого года у нас стали класть асфальт во дворе дома. Мы обрадовались, думали, какая красота, ну что-то началось. То, что положили, это не асфальт. Верите, воды по колено. Во двор войти нельзя. Значит, сегодня эта тема поручается Хромцову Владимиру Борисовичу. Привстань, пожалуйста. После этой встречи я попрошу вас, вот я извиняюсь, подойди к нему, обменяйтесь мобильными телефонами, Владимир Борисович. Снег сходит и решите эту тему. Другой, не менее важный для малаховцев вопрос – отсутствие общественных бань в поселке. Жители уже не первый год просят открыть подобные объекты. Однако, по словам представителей власти, пока предприниматели неохотно берутся за это дело. Да и вообще, тема гигиены и здоровья для этих люберчан стоит особенно остро. Другие пожаловались на ужасное качество воды дома. В пол малаховки идет вода нормальная, белая. Вот со стороны как раз, где Красковское шоссе, там нет, тоже желтая. И половина совершенно желтая вода. Мозводогонал не работает, но берут деньги со всех. В связи с тем, что станция построена очень давно, очистки там действительно не было предусмотрено. Сегодня этому вниманию уделяется очень большое внимание со стороны администрации округа, со стороны правительства. И первым делом, что сделано, это выделены средства после долгих встреч Владимира Петровича на реконструкцию 12-й станции. А жители домов, обслуживанием которых занимается новая управляющая компания, недовольны в целом их работой. Не чищен снег, затоплены подвалы. На ЖЭУ-сервис поступила масса нареканий. Вы очень хорошо сегодня заметили, что действительно управляющую компанию нужно поменять, потому что лично я собрал заявление почти со всей Малаховки и отвез в приемную президента Российской Федерации. На встречу в Малаховке пришли не только жители поселка, но и те, кого волнует будущее города Люберцы. По их словам, застройщик новых высоток в микрорайоне 35Ж захватил чужую придомовую территорию. К тому же оставил маленький проезд, где сложно проехать пожарным машинам и каретам скорой помощи. Вопрос рассматривался о том, что будет просто перенос детской площадки. Мы все сказали, что мы против переноса детской площадки. Но в итоге оказалось, что наше мнение, опять же, никого не интересует. Это территория ареала, и они собираются там строить парковку и также ставить трансформаторную будку. Этот вопрос глава поручил вынести на рассмотрение общественной палаты городского округа Люберцы. На общем собрании тему обсудят застройщик, представители администрации и жители микрорайона. Анна Троян, Александр Богданов и Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Детский сад «Ручеек» распахнул свои двери для малышей. Дошкольное учреждение, рассчитанное на 250 мест, появилось в жилом комплексе Люберецкий. На днях в новом детском саду состоялся первый праздник. Наша съемочная группа тоже там побывала. Почетных гостей в детском саду «Ручеек» встречают с хлебом и солью. А уже после выступлений малышей самая торжественная и волнительная часть мероприятия. Передача волшебного ключа и перерезание красной ленточки. Именно с этого момента считается, что детский сад официально открыт. После торжественного открытия традиционная экскурсия по детскому саду. Здесь все необходимое для малышей. Музыкальный и физкультурный залы, бассейн, кабинеты логопеда, психологи, изо-студия и сенсорная комната. Стоит отметить, что все помещения детского сада оборудованы по последнему слову техники. Самое главное – это кадры, коллектив, педагоги. Я думаю, что всегда во все времена это будет главным в дошкольном учреждении. И я надеюсь, что наш коллектив будет работать слаженно, грамотно. Самое главное – мы любим детей. Коллектив детского сада полностью укомплектован. А вот вакантные места для малышей пока есть. На сегодняшний день путевку в «Ручеек» получили 139 детей. Всего дошкольное учреждение готово принять 250 воспитанников. Дети уже 2016 года получили путевки в наше дошкольное учреждение и с понедельника начинают адаптироваться к нашему детскому саду. Это первый, но не последний детский сад в новом микрорайоне ЖК Люберецкий. К 2020 году здесь появится еще одно дошкольное учреждение на 350 мест. А в этом году в городском округе запланировано открытие еще четырех детских садов. И мы продолжаем выпуск. На этой неделе три станции метро «Фиолетовой ветки» закрыли для пассажиров. В Люберцах это спровоцировало транспортный коллапс. Наиболее ощутимые заторы образовались в часы пик утром и вечером вблизи станции Лермонтовский проспект, Жулебино и Котельники. В первую очередь это связано с изменениями схемы дорожного движения. Его поменяли для быстрого и удобного курсирования компенсационных автобусов. К такому транспортному коллапсу люберцы, можно сказать, уже привыкли. Подобная ситуация была в ноябре. Тогда из-за закрытия станции метро стал практически весь город. Однако, как видим, прошлый опыт совсем не повлиял на многих автовладельцев. А с самого утра люберчане стоят в многокилометровых заторах. Три станции столичной подземки закрыты в связи со строительством новой Кожуховской линии метро. В течение этой недели поезда фиолетовой ветки курсируют от станции Выхина до станции Планерной и в обратном направлении. Поэтому Мосгортран спустил более 200 компенсационных автобусов. Они доводят пассажиров до Выхина, Кузьмина, Клермонтовского проспекта, Жулебино и Котельников. На дороге также вышли многочисленные сотрудники ДПС, которые помогают автовладельцам двигаться согласно измененной дорожной схеме. Нововведения будут действовать включительно до 31 марта. Ну что на дороге? Машин много. Так и так задержка будет. Терпим. Пробок много. Все стоят, все ждут, все нервничают. А почему не воспользовались общественным транспортом? Потому что все равно так быстрее получается. Потому что в общественном транспорте тоже толпа народу. Все торопятся, всем не нравится. В общем, что там, что здесь одинаково. Кроме того, для удобства жителей организован и бесплатный проезд на электричках. Так пассажиры могут бесплатно проехать по разовым проездным билетам. В направлении туда или туда-обратно от станций Панки, Ухтомская, Люберцы-1, Косино до станций Вишники, Плющева, Перова, Фрезер, Новая Сортировочная, Электрозаводская и Казанский вокзал. Бесплатный разовый проездной можно получить в пригородных кассах указанных станций. В том числе. И сразу на все время закрытия метро. Напомним, ранее автовладельцев предупреждали воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Так как организованная схема дорожного движения направлена на максимально быстрый проезд наземного общественного транспорта. В обычном режиме метрополитен возобновит работу 31 марта, в субботу, полшестого утра. Анна Троян, Дмитрий Роценко, телеканал ЛРТ. Ну и в продолжении транспортной темы. На реконструкцию моста через Пихорку потратят почти 90 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании рабочей группы комиссии по безопасности дорожного движения в администрации округа. Закроют ли мост? А если да, то на какой срок? И чем грозит либерчанам масштабная реконструкция? Все подробности прямо сейчас. Это мост через Пихорку. Можно сказать, единственная транспортная жила между поселками Томилино и Красково. Между тем, дорожный объект был построен в прошлом веке и за 55 лет ни разу не реконструировался. Мост через Пихорку является продолжением Егорьевского шоссе, старейшей автомагистрали Московской области. Эта дорога находится в оперативном управлении Мосавтодора и финансируется из регионального бюджета. Сегодня большое количество мостов здесь находится в ненормативном состоянии. Это и послужило причиной массовой дорожной реконструкции. Сегодня в границе городского округа Люберца после проведенного конкурса общество ограничено ответственностью Эльбрус, который выиграл конкурс, будет заниматься у нас капитальным ремонтом мостового сооружения через реку Пихорка. Состояние моста, скажем так, достаточно ветхое. В процессе реконструкции полностью демонтируют несущую конструкцию моста, а на ее месте построят новую. Здесь будет три полосы движения, одна из них – реверсивная. По замыслу, это разгрузит проблемный участок дороги и минимизирует пробки. Этот опыт – область-перемет у Москвы, где подобным образом движение транспорта организовано на многих магистралях, в том числе и на Волгоградском проспекте. В данном случае у нас есть нормативное требование подрядного организации, будет современный мост, конечно. Все вопросы реконструкции моста через Пихорку обсудили на рабочем свещании в администрации. Так стало известно, что одну из двух полос моста закроют уже с начала апреля и до ноября. Кроме того, на встрече определили ряд других важных моментов. Раду рассмотреть возможность ограничения движения грузового транспорта на определенный период. Это первое. Второе – привести нормативное содержание участка дороги перед началом строительства. На период реконструкции водители призывают пользоваться объездными маршрутами. Так, из области это через Бронницкую истакаду налево, на трассу М5 Урал, через Вятки, Матяково и Марусино. Если ехать через Москву, то это Быковское шоссе. Добавленные реконструкцию моста потратят почти 90 миллионов рублей. Это средства областного бюджета. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Транспортные проблемы ЖК Люберцы вновь обсудили вместе с инициативной группой жителей. На этот раз встреча состоялась в администрации. Главными темами стали расширение Зенинского шоссе, увеличение тарифов за проезд и социальные льготы. Анна Троян знает подробности. У нас маршрутки забиваются на конечные остановки. Даже сейчас, Сергей Павлович, видео в чате лежит. Огромные очереди нас стоя и сидя. То есть даже стоя, чтобы войти на конечные остановки вертолетные 20, люди стоят достаточно долго. Транспортные проблемы ЖК Люберцы, сотрудники регионального Минтранса, не первый месяц держат на личном контроле. Вот и в этот раз, чтобы урегулировать проблемы Люберчан и поучаствовать в открытом диалоге с инициативными жителями, приехал Андрей Середнев. Честно могу сказать, очередь есть, но эту очередь, наверное, я бы назвал наибольшей искусственной очереди. Почему? Потому что пустой автобус отъезжает с конечной остановки. Я, знаете, неоднократно это наблюдал. И я сделал вывод, наверное, все-таки, что мы хотим ездить в пустом автобусе, мы хотим ездить сидя. Вопрос очереди на маршруты, следующий из ЖК Люберцы, пожалуй, уже уходит на задний план. Ведь микрорайону выделили новые автобусы повышенной вместимости. Следующая тема, волнующая жителей, повышение стоимости проезда на 10-15 рублей. Однако, несмотря на возмущение пассажиров, в росте тарифов Минтрансобласти видит определенную целесообразность. При условии, что компания с 2016 года ни разу не поднимала тариф, ну, более-менее справедливо. По одной простой причине. У нас что получается? У нас даже тарифы по маршрутам, которые тоже скурегулированы тарифами, так называемые социальные маршруты, они ежегодно, тариф повышается ежегодно. И он устанавливается в правительстве Московской области. Каждый год. Перевозчик, за эти два года, ни разу не поднимал. И, зная ту обстановку, которая здесь есть, зная, что тяжелые условия, министерство просило его максимально долго не поднимать. Кроме того, люберчане пожаловались на отсутствие льготных автобусов от микрорайона и обратно. Однако, по словам Андрея Середнева, действующий маршрут невозможно включить в реестр льготных, так как они не следуют до социальных объектов. А в самих ЖК проживает в основном молодежь. Он добавил, что, несмотря на это, перевозчики предоставляют льготные бесплатные места и возят по социальным картам. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. В Люберцах задержана женщина, подозреваемая в подготовке убийства. По версии подмосковных полицейских, 41-летняя люберчанка решила избавиться от супруги своего возлюбленного. Она подыскала киллера и передала ему 5000 рублей в качестве аванса, совсем не подозревая, что в роли исполнителя убийства выступил полицейский. Как стало известно сотрудникам полиции, злоумышленница на почве ревности к супруге своего возлюбленного, 73-летнего мужчины, организовала подготовку к ее убийству. А именно, за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей подыскала исполнителя преступления, в роли которого выступил оперативный сотрудник. Коварному плану люберчанки помешали сотрудники уголовного розыска. В ходе грамотно спланированных и проведенных мероприятий, подозреваемую задержали на севере Люберец при передаче части денег предполагаемому исполнителю убийства. По данному факту, следственными органами возбуждено уголовное дело. В отношении женщины избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Ну и к другим новостям. Найден и обезврежен. Автоколонна 1787 провела в Люберцах тренировку по обнаружению незнакомого предмета в салоне автобуса. В ней также приняли участие оперативно-следственная группа с кинологами и сотрудники МЧС. По сценарию учений пакет с неизвестным содержимым и телефоном сверху обнаружил водитель маршрутки номер 377 в Люберцах. Он сразу же сообщил в силовые структуры о своей находке. Уже через пять минут после звонка к месту событий прибыли сотрудники полиции. Так проходят учебные тренировки следственно-оперативной группы, которая организовала автоколонна 1787. Подъехали экипажи, ГАИ, которые закрыли дороги с двух сторон. Кроме того, приехала пожарная машина, кинолог с собакой, следственная группа. Вся тренировка заняла не больше 20 минут. Специалист-кинолог, не найдя взрывного устройства, передал эстафету эксперту. С дознавателем они зафиксировали данные и внесли их в протокол с места происшествия. Василий Викторович, по сигналу об обнаружении подозрительного предмета в автобусе отработано. Группа отработала, кинолог отработал. Подозрительного ничего не обнаружено, взрывных веществ и устройств тоже не обнаружено. Предмет изъят. Можно снимать отцепление. Наблюдавшие за ходом тренировки полицейские отметили слаженную работу всех служб. Стоит отметить, что подобные антитеррористические учения в Люберцах проходят каждые шесть месяцев. Свободный пешеходный переход. Под таким названием в Люберцах проходит акция. Она направлена на профилактику и снижение последствий ДТП с участием пешеходов. Госавтоинспекторы выявляют нарушителей на зебрах, остановках общественного транспорта и тротуарах. В одном из таких рейдов побывала Анна Троян. Владельцу этого «Опеля» сегодня явно не сойдет с рук его халатное отношение к закону. Хозяин оставил авто на пешеходном переходе. А по требованию ПДД припарковать машину можно как минимум в пяти метрах от него. Потому что водитель, приближаясь к пешеходному переходу, видя знак «пешеходный переход», не всегда в силу определенных обстоятельств может из-за припаркованного стоящего транспорта видеть человека, который выходит на этот пешеходный переход. Представим на минуточку, что это будет ребенок, который будет не выше 160 сантиметров ростом, который вышел по правилам дорожного движения. И такие случаи не редкость. Только с начала года на зебрах от нерадивых водителей пострадали 8 пешеходов. Теперь нарушителю грозит штраф в размере 1000 рублей. Плюс оплата эвакуатора и штрафстоянки. В ходе акции «Свободный пешеходный переход» сотрудники ГИБДД также выявляют нарушения на остановках общественного транспорта и тротуарах. Ежедневно на территории обслуживания отдела происходит эвакуация неправильно припаркованных или припаркованных с нарушениями правил дорожного движения автомобилей. В день, в сутки таких автомобилей иногда более 35. Профилактическая акция ГИБДД проводится с 26 по 29 марта. Однако борьбу с нарушителями госавтоинспекторы продолжат в ежедневном режиме. К другим темам. Сто лет со дня образования дежурных частей в эти дни отмечают полицейские. Люберецких сотрудников правопорядка наградили грамотами и медалями. Какая ответственность лежит на плечах подразделения и каково это – организовывать работу стражей порядка, расскажет наш корреспондент. Дай Бог, чтобы получил очередную звание своего. Служу Россию! От слаженности и оперативности этих сотрудников правопорядка зависит вся работа полиции в целом. Дежурная часть – это по большому счету группа управления наружными нарядами. Они организовывают их работу, отправляют на выезды специалистов, координируют все действия заступивших на службу. С них начинается знакомство простого гражданина с органами внутренних дел. Очень многое зависит от того, насколько подготовлен офицер, который заступает начальником смены. Он должен понимать не только ту ответственность, которая возложена по оперативной обстановке, а также он несет ответственность за оружие, несет за спецсредства, несет большую ответственность за ту документацию, которая находится в подразделении, за само подразделение. Все это ложится на плечи непосредственно оперативного дежурного, заступающего и организовывающего работу всего личного состава, с ним заступающего в течение дежурных суток. Распределительный штаб – это работа не только с вызовами и обращениями граждан, также это постоянная концентрация внимания, собранность и определенный склад ума. Всеми этими качествами обладает Денис Камалединов. За 15 лет работы он дослужился до майора. Прошел тернистый путь от простого рядового до начальника дежурной части межмуниципального управления МВД. Вы знаете, это очень интересная служба. Она полна событий, тех вещей, с которыми я в профессии обычной не сталкивался. Дежурная часть является как организующим звеном. Собирает в своей структуре задачи следствия, розыска, участковые службы. Ежедневно в дежурные части Люберецкой полиции поступают до 400 сообщений о преступлениях, розыски лиц и других правонарушениях. На территории обслуживания работают 9 штатных подразделений, в которых трудятся 80 человек. А с 2015-го в оперативности им помогает еще и служба 112. Огромное вам спасибо за работу, за понимание. С вами очень приятно работать, без исключения говорю. У нас очень хороший результат. У нас 92% из 100 отвеченных вами вызов, которые мы передаем. В чистое летие со дня создания дежурных частей в России сотрудники подразделения получили заслуженные награды. За образцовое выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм 16 человек получили почетные грамоты. А еще 20 полицейских удостоились специально изготовленных юбилейных медалей. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Очередное заседание комиссии по миграционной политике общественной палаты городского округа Люберцы прошло в муниципалитете. На этот раз темой обсуждения стала роль диаспоральных лидеров в реализации миграционной политики на территории Московской области. Также участники встречи подвели итоги за первые полгода работы переформатированной комиссии и поделились планами на 2018 год. Заседание началось с минуты молчания в память о погибших в Кемерове. После председатель комиссии Екатерина Дегтярева рассказала собравшимся об итогах работы переформатированной комиссии за первые полгода. Это два обучающих семинара, а также уникальный проект «Школа добрососедства». Напомню, он прошел в Люберцах в декабре. Религиозные лидеры Московской области по трём направлениям – православие, мусульманство и иудаизм – рассказали старшеклассникам, что такое добродетель и ответили на интересующие вопросы. Также могу отметить, что работа нашей комиссии ставится в пример правительства Московской области. Кроме того, Екатерина Дегтярева рассказала собравшимся о планах по работе комиссии на ближайшие шесть месяцев. Среди них конкурс рисунков «Россия многонациональная». Он состоится в Дубне и будет посвящен 20-летию Ассамблеи народов России. Кроме того, 21 апреля в офицерском собрании в Вялках пройдут первые открытые татарские межнациональные люберецкие игры. Также собравшиеся поговорили о предстоящей премии «Наша Подмосковья-2018». Участие в ней традиционно входит в список обязательных планов комиссии. После на заседании выступил Игорь Макаренко, заместитель начальника отдела по вопросам миграции межмуниципального управления МВД России «Люберецкая». На данный момент на миграционный учет поставлено у нас иностранным гражданам 24 тысячи 66 человек. В том году за указанный период было поставлено 14 тысяч. То есть увеличение идет притока иностранных граждан. 153 человека в этом году получили разрешение на временное проживание. В том году 161. Виды на жительство выдано 251. Получили 251 человек иностранных гражданин. В том году 88. Далее на совещании выступила Ефросинья Гаштимульти, председатель комиссии по миграционной политике общественной палаты городского округа «Подольск». Она представила собравшимся проект «Новое поколение диаспоральных лидеров». Задача, главная цель нашего проекта – это выявление таких активных мигрантов и напутствие им на будущее, как правильно заниматься общественной деятельностью на территории Российской Федерации. Ефросинья Гаштимульти подчеркнула, что сегодня возраст диаспоральных лидеров 50+. Именно поэтому необходимо готовить новое поколение активистов-мигрантов и помогать им адаптироваться к современным условиям. Это меняющийся в каждый год законодательство, меняются в каждый год какие-то новые постановления, внутренние распоряжения и так далее. То есть даже сами сотрудники МВД порой не справляются с этим потоком информации. Что делать мигранту, который раз, еще не привык, то есть не адаптировался в наше общество, он не знает практически русского языка. Хорошо на уровне, чтобы читать законы. По словам спикера, общественники и должны стать некими проводниками для мигрантов. Более того, она считает, что такой подход способен снизить преступность среди мигрантов и повысить уровень их социальной ответственности. Рассказываем им реальные истории. Вот смотри, вот этот нарушил, получил запрет от 3 до 10. Вот этот не нарушил, получил паспорт, счастливый плачет, когда поет гимн. В ходе реализации этого проекта планируются круглые столы и мастер-классы. Всю информацию о нем можно найти на официальном сайте diasporanex.ru. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Целый век на страже знаний. Сто лет со дня основания отметила одно из старейших образовательных учреждений Люберец, гимназия номер один. Юбилей учебного заведения отпраздновали во Дворце культуры. Там состоялся концерт, а также награждение коллектива и руководства гимназии. Хотелось бы всех поздравить с этим праздником и от души пожелать творческих успехов, здоровья и благополучия. Я считаю, что гимназия номер один, она должна быть всегда первой во всем. Действительно, по многим параметрам гимназия номер один занимает лидирующие позиции. Ежегодно она выпускает настоящих умников и умниц. А в 2017 году и вовсе побила рекорд в городском округе по количеству медалистов. Их тогда было 15. Безусловно, это результат стараний и трудов педагогического коллектива. С 2015 года входит в число общеобразовательных учреждений Московской области, учреждений, которые добились высоких успехов в воспитании и образовании подрастающего поколения. Символично, что новое столетие гимназия начинает с новым руководителем. С этого учебного года учреждение возглавляет Наталья Соловьева. В этот праздничный день прозвучали слова благодарности и предыдущему директору Зинаиде Новичковой. Она посвятила работе в гимназии 30 лет своей жизни. В первой гимназии я бываю гораздо чаще, чем в своей родной школе. Я вот с любовью, Зинаида Ивановна, вручаю вам вот эти красные розы. И с верой и надеждой вручаю эти прекрасные белые розы Наталье Николаевне. Ну и какой праздник без подарков. В честь столетнего юбилея коллективы гимназии номер один вручили сертификат на сумму 100 тысяч рублей. На эти средства будет закуплено компьютерное оборудование. Камень на месте будущего храмового комплекса с богодельной заложили в деревне Машково. Его построят в честь великомученика Георгия Победоносца. Уже после закладки камня верующие отправились на архиерейское богослужение, которое прошло в храме Преображения Господня. Там почтили память всех новомучеников и исповедников Люберецких. Появление нового храма – важное событие. В этот день в Машкове собралось много верующих. Чин закладки храма совершил Константин, епископ Зарайский, викарий Московской епархии. После сегодняшнего дня этого чина, дело будет спориться. И в скорости на этом месте воссияет Дом Божий. В этом Доме Божьем будет совершаться святая Евхаристия, приносится бескровная жертва. Люди будут причастаться к христовых тайн, будут совершаться другие таинства церкви. И через это возгреваться будет благодать Божия, радость и счастье от Господа в сердцах людей. И люди будут идти к Царству Небесному, молясь в этом святом храме. После закладки камня верующие направились в храм Преображения Господня. Там владыка Константин провел архиерейскую службу в память новомучеников и исповедников Люберецких. 25 марта – день их памяти. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Также на службе к верующим обратился священник Илья Семенов, настоятель Преображенского храма в Краскове. Мы должны с вами помнить, и память – это не просто память о каких-то исторических событиях. Это наше внутреннее проживание, прикосновение к жизни тех, кто следовал за Христом истинно, верил. Напомню, 25 марта 2018 года прошло 80 лет со дня кончины трех новомучеников Люберецких – Иоанна Попова, Константина Соколова и Петра Маркова. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Многодетная семья из Томилина получила трехкомнатную квартиру. Десять детей вместе со своей мамой около месяца назад переехали в новый дом. Наш корреспондент Мария Антонова приехала в гости к новоселам, чтобы посмотреть, как они теперь живут. Ну что, освоились в новой квартире? Освоились, освоились. Вот вам поможем чуть-чуть освоиться, Антон Михайловна. Это вам. Тамара Михайловна всю жизнь проработала на Томилинском заводе ткачихой. Потом в интернате поваром и не могла позволить покупку собственной квартиры. Многолетняя очередь и вот после личного приема у Дмитрия Дениско. Через несколько лет она получает свой родной уголок – трехкомнатную квартиру. Ну, это вся моя радость в данный момент. Мы переехали уже сюда, месяц прожили. Немножко обживаемся, обставляемся, как можем. Ну, как у нас получится, мы посмотрим. Быть в тех у нас хорошо. У Тамары Михайловны десять детей. Девять дочек и один сын. К тому же она бабушка пятерых внуков. Дел, как говорит, хватает. Новости о появлении собственной квартиры никто из детей вспоминает. Сначала не поверил. Никто вообще не поверил. У нас мама шутнется. Вот. Мы подумали, что это очередная шутка. Потом показала ключи. Вот. И мы уже подумали, ну, на самом деле. Вот. Ну, были все шокированы. Поговорили о планах на будущее, рассказали о себе. О плохом не рассказывали. Все сложности, говорит хозяйка, в прошлом. Теперь все хорошо. Этот случай особый. У меня практически нет знакомых, у кого десять детей. И фамилия у нее такая, мамушкина. Она заслуживает того, чтобы быть мамой. И все дети, вы видели какие? Как на подбор. Все красавицы, умницы, учатся все. Ухоженные. Одним словом, практически идеальная семья. И вот помочь таким людям, мне кажется, это задача любого нормального человека. И теперь, благодаря всем усилиям, семья из одиннадцати человек вместе с домашним любимцем, котом Мишкой, обрела дом. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Ну и в завершении выпуска. Рисовать картины деревом. Да-да, вы не ослышались. Именно так создает свои произведения столяр Артем Караваев. Как ему пришла в голову эта идея и с чем он сталкивается на новом, пока еще не протаренном пути? Давайте узнаем. Я считаю, что я изобретатель. Потому что как бы в интернете за четыре года, вот считаю, уже пятый год идет, с тринадцатого года, мы не нашли ни одной подобной работы. Эти картины Артем Караваев нарисовал деревом. Мазки на них – это кусочки черного дуба, березы, лиственницы, ореха и еще примерно десяти видов пород. Все они разных форм и размеров. Автор не стремится сделать их одинаковыми. Каждая деталь, я не пытаюсь соединять концы деталей, какие-то мазки свои, и виден холст. На некоторых картинах в углах остается пространство холста, потому что это уже… То есть вот здесь, я считаю, это новый подход. Строгопись или строганая живопись – именно так Артем Караваев называет придуманный им вид изобразительного искусства. За четыре года работы он создал пять картин. На одну уходит от нескольких месяцев до года. Осваивать новую технологию Артему помогает опыт. Всю свою жизнь он работает столяром. А началось все с детства. Дедушкам он всю жизнь резал картины. И я просто увидел как бы маски всякие. То есть я увидел это, и мне так захотелось, что я взял стамеску. И пока взрослые отдыхали там, как бы, вот я сидел, резал. То есть ехал оттуда весь с перебинтованными пальцами. Ну вот как бы я вырезал первую свою маску. Она до сих пор у мамы как бы есть. Любовь к дереву проходит красной нитью через его жизнь. А строгопись стала ее апогеем. Вот только пока совсем немного человека ценили необычные картины. Но Артем верит, они еще обязательно найдут своего зрителя. К ним просто нужно получше присмотреться. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Еще больше новостей ищите на наших страничках в социальных сетях. На этом я, Мария Лапчева, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова